Привет, меня зовут Аркадий Гершман, я урбанист, это Славянская площадь. Еще два года назад здесь была огромная парковка. Сегодня же здесь центральный автобусный хаб Москвы. Давайте посмотрим, чем примечательно это место и почему в каждом городе должно быть что-то подобное. Раньше на этом месте была ведомственная парковка администрации президента. И, собственно, вот от нее осталась совсем небольшая часть, которая, к счастью, до сих пор не работает. Примерно два же года назад в Москве заработала новая система общественного транспорта в центре города, магистраль. То есть была полностью реорганизована схема движения автобусов в центре, введены новые выделенные полосы, объединены, изменены или удалены какие-то старые маршруты. И в целом на общественном транспорте стало возможно передвигаться по центру. Это немного другая история, но вот именно этот хаб сыграл ключевую роль в работе этой системы. Потому что ранее в центре Москвы не было места, где можно было бы сделать пересадочный узел, где могли отстояться автобусы в случае нарушения графика и так далее. И, собственно, таким местом стала именно Славянская площадь. Свой рассказ я поделил на несколько частей. Первое – это, собственно, сами посадочные платформы. Их здесь очень много, потому что, в принципе, довольно-таки много маршрутов здесь останавливается. И каждая платформа поделена еще на два участка, чтобы могли останавливаться сразу два автобуса. И что интересно, здесь сделаны платформы, они как бы приподняты до уровня пола автобуса, чтобы людям было удобнее сходить-выходить. Это, конечно, не трамвай. Иногда водитель останавливается довольно-таки далеко, но, тем не менее, удобство выросло заметно. Также здесь оборудованы новые остановочные павильоны. Они типовые, это вот как бы разновидность московской новой остановки. Как вы знаете, она модульная, и вот подобные конструкции применяются как для трамваев, как на больших улицах, так и на малых. То есть вот здесь идет такое дублирование. Сама остановка антивандальная. Здесь предусмотрено место для навигации. На скамейках не заснуть, потому что там есть поручни. И в целом такой вот новый стильный молодежный дизайн. Если вы когда-нибудь были на современных российских ТПУ, то вы знаете, что это монструозные такие конструкции, где очень легко запутаться, и нужно обойти сотню подземных пешеходных переходов, чтобы выйти к нужному автобусу, трамваю или метро. Здесь же все расположено максимально близко друг к другу. То есть если вам нужно делать пересадку, то вам нужно просто перейти по зебре. То есть даже несмотря на то, что здесь есть везде навигация, вам чаще всего она не потребуется, потому что здесь подсознательно все понятно. Если вы один раз здесь побывали и сделали пересадку, вам не нужно запоминать, что куда идти. Вам просто нужно запомнить номер платформы и спокойно к ней перейти. Не нужно искать подземные пешеходные переходы. Здесь, кстати, можно вспомнить, что раньше на этой площади не было наземных пешеходных переходов. Людей загоняли чисто под землю. Что, конечно, дико звучит, особенно по сравнению с текущей картинкой. Чтобы маршруты работали стабильно, здесь практически везде есть выделенные полосы на подъездах и выездах с автобусного хаба. То есть автобусы могут сюда попасть, как правило, беспрепятственно, только если возникнет какое-то ДТП. Для машин же чаще всего остается буквально одна полоса. Но, тем не менее, как вы понимаете, приоритет общественного транспорта и пассажиров намного выше, чем людей, которые решили поехать за чертов в центр на своей машине. Помимо того, что здесь удобно ходить по своим пассажирским нуждам, здесь также, в принципе, приятно находиться. То есть тут мы переходим к тому, что транспортные хабы выполняют не только определенную транспортную функцию, но также являются общественным пространством, которые должны быть приятны для определенного времяпрепровождения. Например, если вам нужно подождать своего друга, здесь есть место, где сесть. Здесь появилось озеленение, сейчас готовится к запуску какая-то ярмарка на месте так не состоявшейся парковки. И в целом сам дизайн пространства программирует людей на то, что здесь комфортно. И вот, несмотря на обилие стекла, как видно, здесь нету граффити, нету разбитых остановок, и все довольно правильно и цивильно, как бы это ни звучало. Также здесь имеются билетные автоматы, табло приезда автобусов, которые также подсвечивают цвет маршрута, потому что, в принципе, система магистрали, она не только про то, что изменились как-то маршруты, но она про изменение, в принципе, подхода к общественному транспорту. То есть, это больше пересадочная модель, которая подразумевает некоторое количество часто ходящих маршрутов, так называемых магистральных. И чтобы быстрее вам доехать, вам, возможно, потребуется сделать одну пересадку. Но это получается намного меньше по времени, чем если город будет пытаться запустить по каждому направлению прямой маршрут. То есть, условно, это можно сравнить с системой метрополитена, где одна линия – это один маршрут, и люди делают пересадки. Здесь примерно такая же система, поэтому, в том числе, этот хаб так важен. И да, кстати, здесь останавливаются абсолютно все ночные автобусы Москвы. И здесь как раз реализована практика, когда все автобусы подъезжают на автобусный хаб, прошу прощения за тавтологию, и ждут друг друга. Потом, когда подъезжает последний, они уже стоят буквально 5 минут, чтобы люди успели сделать пересадку, и доехать до нужного места. То есть, получается, что это место живет как днем, так и ночью. В отличие от прошлых проектов, здесь команде удалось сделать действительно очень качественный проект, потому что, если у меня смотрят сейчас москвичи, то вы наверняка помните реконструкции в рамках ТПУ последних нескольких лет, которые проходили по всему городу. Я приведу лишь один пример, что у станции метро Алексейская было, по-моему, 2 или 3 реконструкции для оптимизации работы общественного транспорта. В рамках каждой реконструкции автобусные остановки отползали от станции метро на 100 метров. То есть, это звучит абсолютно дико, но вот такая была практика. Если вспомнить ТПУ планерное или другие подобные проекты, то становится уже, ну, откровенно страшным, потому что там людей загоняли в торговый комплекс на второй этаж, чтобы пройти к нужному автобусу, хотя люди видели непосредственно свой автобус через забор. Здесь же, опять же, получилось совершенно иначе, все доступно, все близко, все более-менее понятно и красиво. И в этом очень большая разница прошлых проектов, опять же, повторюсь. Но для этого пришлось, скажем так, обойти несколько ГОСТов и сложившийся практик. И поэтому, если вы там посмотрите на расстояние пешеходных переходов от остановок, то у проектировщика, наверное, станет волосы дыбом, потому что как же так, так ведь нельзя делать. Но вот, как видно, если очень хочется, то, в принципе, можно сделать хорошо. И здесь еще никто не погиб. Безопасность на высоте, несмотря на то, что здесь очень много пешеходных переходов, здесь очень много остановок, здесь очень много автобусов, которые буквально подъезжают и уезжают каждую минуту. Зато все получилось доступно, удобно. И здесь это место полностью отвечает принципам доступности маломобильных людей без каких-то лифтов, пандусов и других дорогих игрушек. Единственное исключение – это станция метро, которая находится под этой площадью. К сожалению, оттуда нет лифта наверх, но это уже проблема, точнее, косяк метрополитена, который массово не делает такие лифты, хотя должен был бы, по идее. Общественный транспорт, он должен обладать таким удобством и качеством, чтобы с помощью одной пересадки вы могли достигнуть 95% города. Сделать 100% уже сложнее, потому что города бывают разные, а если пересадок будет больше, то тогда значительно упадет удобство самого общественного транспорта. Поэтому одна пересадка – это такой компромисс между удобством и эффективностью системы. И если вы были в каком-нибудь европейском, даже самом небольшом городке, то вы, скорее всего, видели подобные автобусные станции там тоже. Потому что, например, немцы очень любят делать подобное практически в любом своем городе. Именно таким должен быть современный транспортно-пересадочный узел в любом городе. И это не важно, большой город или маленький, цена таких вот изменений не такая уж и космическая. Я думаю, она стоит меньше, чем один подземный пешеходный переход, но зато позволяет сделать пересадки общественного транспорта доступным и достойным для жителей. Кстати, здесь вот есть не только общественный транспорт наземный и подземный. Здесь также вот есть станция велопроката, также появилась станция самокатов. То есть вот именно здесь современные подходы реализованы не только к дизайну пространства и организации общественного транспорта, но и мультимодальности. Когда вот общественного транспорта не берется в вакууме, что есть, например, автобусы, есть метро, есть велосипед, а вот вся транспортная система города работает в едином порыве. И поэтому вся там, например, пешеходная навигация транспортная будет в едином стиле рассказывать, что здесь и как. Нумерация остановок тоже будет подсказывать, куда и как подойти, а также будет показывать, где станция велопроката или велопарковка, если она вам потребуется. И также здесь просто приятно проводить время. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, не забудьте рассказать друзьям. Также в описании есть ссылки на все мои социальные сети, где очень много текстовой информации и также картинок. Ну а также в комментариях можете написать, о каких еще проблемах общественного транспорта стоит рассказать. И возможно рассказать об опыте других городов России или же Москвы. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!